Вот эти трубы, они вытесняют сварку. Когда в домах сейчас будут производить, например, капитальный ремонт, можно обходиться без сварки. Старшеклассникам показывают все преимущества новых технологий, с которыми они столкнутся во взрослой жизни. Всего школьники побывали на семи площадках и познакомились с профессиями от токаря до парикмахера. Каждые свои преимущества и недостатки. Ребята не без интереса наблюдали за происходящим и задавали вопросы. Такую возможность они получили в рамках профориентирования. Удивительно, что зарплатой будущих специалистов интересовались только чиновники. Спокойно, у человека 25-35 тысяч, это стабильно. Если работает очень много через 100 лет? Если много, 50. Со слов чиновников, такие мероприятия помогают школьникам познакомиться с производствами в разных отраслях, строительстве, сельском хозяйстве, других сферах, куда они в дальнейшем будут трудоустраиваться. У власти главная задача — сохранить молодые кадры в регионе. Мы рядом имеем Москву. Для нас это одновременно и плюс, и одновременно достаточно большая проблема, поскольку Москва традиционно забирает лучшие кадры. Но наш совет молодым людям, прежде чем примерять на себя достаточно жесткий трудовой рынок Москвы, посмотреть те возможности, которые предлагают новое производство на Владимирской земле. Еще один вопрос беспокоящий как работодателя, так и молодых специалистов — стаж. Ряд нововведений позволит молодежи набираться опыта. Так, во время летних каникул только в этом году было трудоустроено более 4 тысяч школьников. Причем они сами выбирали места работы. Многие трудились на раскопках в сфере общей ПИТа и строительной отрасли. Теперь можно попасть и на заводы. Будем направлять их на стажировку в разные организации, предприятия нашей области, чтобы они видели в реальности вообще, с чем они будут работать и какие специальности у нас востребованы. По статистике девушки по-прежнему проявляют интерес к швейному делу и парикмахерскому искусству. А вот парни все меньше стремятся в менеджеры и выбирают рабочие специальности. Сварщика, наверное, более. Поскольку там более гугленно было рассказано. И поднос материала был более качественным, чем на остальных. Я уже ходила на подобные мероприятия и получилось так, что выбрала профессию парикмахер. Мне кажется, много людей посмотрят, что им нравится, что не нравится. Ну, может, выберут что-нибудь для себя, может, нет. Всего в регионе через профориентационные площадки за два года прошло более 200 тысяч детей. Многие из которых прямо там определились с профессией. Михаил Масиянчик, Илья Фомин, Шестой канал.